Вообще это сквозная тема всей моей жизни. Такое воспоминание о какой-то некой квартире фамильной. Так вышло, что в 20 лет я остался один, и в этой квартире пустой, которую покинули родственники разными, так сказать, способами. Я остался один, и я в какой-то момент начал рисовать эти пустые комнаты. Я до сих пор их рисую, но в живописи. А эту выставку я придумал просто специально для галереи «Открытый клуб» и изменил материал. Я взял уголь, такой немножко доисторический, ну так в кавычках, материал, который дико интимный. Вообще графика – это наиболее трепетная техника, которая позволяет передать эмоцию автора наиболее быстро, наиболее простым способом, прямым, между художником и зрителем, всего лишь бумага и кусочки, так сказать, или карандаш, или уголь, или какой-то мел, или иное что. То есть меньше техники. То есть она более трепетная, она более эмоциональная техника, которая позволяет быстро менять что-то, доводить какие-то, может быть, не монументальные какие-то темы, а интимные, которые в живописи не удерживаются, возможно, в этой многослойной технике живописи, там, текстуры, холста, там, вот так сказать, вот. Поэтому графика, она исповедальна. Она очень исповедальна. Именно графика не тиражная, а графика рисовальная. И мне показалось, что эта техника, вот эта рисовальная, она как-то соответствует идеям этой выставки, идеям этой серии, нарисовать вот эти вот воспоминания в таком эмоциональном немножко ключе, в таком интимном решении, как бы я сказал. Но поскольку уголь, он такой материал, он очень податливый, он позволяет создавать какие-то контрасты, что-то недорисовать, и он, в общем-то, имеет какую-то магическую текстуру. Я, как бы, здесь попытался создать немножко выдуманные воспоминания чуть-чуть, да. Эти воспоминания, они, как бы, как все воспоминания, в общем-то, неправдоподобные, так сказать. В общем, на самом деле все было скромнее значительно, как мы понимаем. Но это какой-то собирательный образ, может быть, моих друзей, может быть, моей биографии, может быть, моей квартиры, а может, и вашей квартиры. Это такая, как бы, сюита для нескольких инструментов, если сравнивать с музыкой. Это не опера пафосная, это не большой какой-то там проект значительный. Это очень камерный проект. Можно говорить, конечно, о каждом рисунке, потому что в них есть сюжет. Я их просто или вспоминал, и они абсолютно документальны, или я их немного выдумал, сочинил. Скажем, здесь, ну, здесь все понятно, здесь такой, в принципе, рабочий стол, лампа, которая была у школьника, оставшаяся от дедушки, окно, книжный шкаф, шведские полки, абсолютно узнаваемые такие архетипические предметы, которые, ну, создают некую атмосферу, так скажем, да. Ну, атмосферу моего воспоминания, я имею в виду, так вот. Например, здесь круглый стол, недорисованный стул, темное окно, символ уюта домашнего, какого-то тепла, чая на столе. То есть это вообще литературно очень. Мы начинаем сразу вспоминать то ли книжку, то ли Дни Турминых, то ли, значит, собственное детство. Они лишены некого конкретного времени. Они немножко, так сказать, расплывают во времени, размазаны по воспоминанию довольно далеко. Мог быть и сейчас, а мог быть и давно. Может быть, мое, а может быть, и моих родителей. Например, здесь, вот здесь более конкретно, это я просто увидел. Но все равно что-то изменил, добавил глубину. Скажем, это абсолютно реальная квартира, которую я просто решил, что эта квартира может быть тоже моим воспоминаниям. То есть она, в общем, соответствует. Но глубину изменил, дал дальше. То есть там не было дверей. Я ее нарисовал, чтобы мы представляли, что там что-то еще, кто-то еще живет, кто-то там за этой дверью. И вообще раньше на моих работах никогда не было людей. И на этих рисунках их тоже нет. Но я их все-таки ввел в эту выставку. И в следующем зале у меня именно жители. Те люди, которые со мной не знакомы, их могут просто уже сами поселить в этих интерьерах воображение. Вот здесь я нарисовал всех жителей этой квартиры. Для меня это абсолютно документальная работа. То есть это работа с документами. Это по годам, последовательно. Я как бы взрослее. На каждом рисунке есть я. Но я вместе с моей семьей. Отцом, матерью, учительницей, друзьями, девушками. Я подобрал документы в соответствующий времени. Я их нашел. У меня они есть. И потом цифровой печатью напечатал поверх рисунков. На этих рисунках я перерисовал лица, ну и мои, и моих родственников, друзей только с фотографий, которые были на документах. Я таким образом пытался убрать лишнюю эмоциональность. Потому что, поскольку это все-таки моя биография, и мой отец, моя мать, я боялся впасть в некую сентиментальность. Такой красивый рассказ о собственной жизни. То есть это моя автобиография, когда в 18 листах. Вот здесь применена цифровая печать, которая как-то очень органично свелась с рисованием углем. Это полное единение, которое происходит, и только в конце ты это видишь. В начале это ничего не видно. То есть вот эти жители, вполне возможно, покажутся всем близкими. Потому что они видят и интерьеры, в которых они жили, и, собственно, документы, которые остались. И мне нужно было найти небанальный ход, поскольку использование документов сейчас, потому что рядом в графике, именно в графике. все рисуют на документах, на каких-то бланках. То есть тема ностальжи, некого воспоминания, плюсового или минусового, она сейчас совершенно актуальна. Это одна из ведущих тем в искусстве русском. Наверное, это правильно, потому что когда-то все-таки должно произойти вот это историческое событие, переосмысление истории, и как-то разговора в нашей истории честного, а не пропагандистского. Но я настолько не претендую на такие большие смыслы. Я в основном про себя. Другие смыслы. Это о том, куда мы вообще, откуда мы уходим и куда мы приходим. То есть вот эта пустая квартира, пустые интерьеры, где нет людей, это, в общем, о том, что они все куда-то вышли. Вот на пять минут, на день, на два, навсегда там, они, может, уехали, но скоро вернутся. То есть эти интерьеры, они обитаемы. Понятно, что они, что люди не ушли, но их нет. То есть они, их присутствие ощущается. И, может быть, еще более глубокий смысл для меня, я даже недавно только об этом задумался, куда я, собственно, не ушел. Потому что многие из нас, в общем, в какой-то период жизни уезжают. За границу, там, в Америку, в Европу, в Израиль, в Германию и так далее. Ну, и, собственно, в каком смысле я тоже это там делал. А в итоге оказался там в том же районе, где я и родился. Ну, может быть, не в той же квартире, но в итоге там я и же живу. То есть это еще откуда я и не ушел. Как бы или не смог уйти, или не захотел уйти. Здесь много смыслов таких уже не технических и художественных, а в общем совершенно личных, которые, правда, я надеюсь, близки другим. Ну, сами сюжеты абсолютно понятны. Они, как бы, в общем, мной формально найдены. Я, как любой художник, смотрел их, смотрел на это, в общем, композиционно и, в общем, графически. И как-то... Где-то я использовал сюжеты с моих живописных работ, где-то я что-то сделал самостоятельное. И один раз я вышел на улицу, как бы вышел в кавычках, и нарисовал арку дома с двором, которая, как бы, символизирует для меня вот этот мирок. Не только внутренний, но и дворовой, да, которым мы, там, как бы, гуляли с бабушками, с няньками, там, и так далее. Ну, это, как бы, такая выставка, которая может продолжаться вечно. Здесь нет начала и конца. Это никакая идея, которую, вот, я выдумал, она вот яркая, но она закончена. А эта идея, может, это можно развивать, продолжать. На самом деле, я уже продолжаю в другой технике. Ну, посмотрим, что получится.